АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер! Что-то у вас много так сегодня? Больше, чем в прошлый раз. Больше, чем в прошлый раз, да? На сцене меньше, а в зале больше. Цены на сцене меньше. Значит, Евгений Николаевич Быков, у него начался, по-моему, вчера большой-большой гастрольный тур среди Олеговича Баксарова. Они сделали два диска и поехали там у них 10 городов Вязьма, Смоленск, Минск будут заканчивать в Питере. Вот он очень переживал, что не будет сегодня всем привет огромный от него. Так что передаю этот привет от Евгения Николаевича. А у нас тоже приедете в Алине, да? Ну, сейчас я немного посередине погиб в Смоленску. Как раз, да. То, что я сегодня один, как говорится, ну, мало о чем говорит. Конечно, вы не услышите больше музыкальности, музыкальных составляющей в том, что вы услышите. Но голосить буду по-прежнему. По-прежнему мне пока еще нравится эта форма в трех отделениях. Кухня Гнезда Глухаря просто рукоплещет в такой форме общения. Потому что два перерыва вместо одного. Думаю, как это, на четыре, на пять отделений разве. Посмотрим. Для меня, во всяком случае, это какой-то такой интересный момент, когда я могу спеть даже не то, что я программу включил, а что-то может вспомнить, может, какие-то записки. Да, пишите записки, спрашивайте. Если эта песня вспомнится, я ее обязательно спою. Ну, а пока так потихонечку начинаем разгоняться. Ну, и всех поздравляю с праздником, потому что каждый день у нас праздник, а сегодня праздник особенный, мы встречаемся с другими. Равновесие не держит наш вагон, словно пьяница шатается в ночи. Только слышен опустевший тары звон, Но в кармане тихо звяхают ключи, Чуть поменьше то от ящичка с письмом, Чуть побольше французского замка. Позади остался незакрытый дом, Впереди незавершенная строка. Сяду, поеду, развеем грудь, Средка обеду, назад вернусь. Угасает за окошечный пейзаж, С ним сливается губейный синий свет. Это что же это такое, что за блаш, Чтобы в строчке уместилось столько лет? Ведь года пластались трудно, и не вдруг, И слова летели струнами звеня. А вдруг на этой строчке и замкнется круг Этой жизни предпоследней для меня. Сяду, поеду, развеем грудь, Средка обеду может вернусь. Обивает время ложечкой стакан, И колесики квадратные стучат, Изгибает русло поезд до река, Поворачивает пьяница назад. Снова поле разлинованным листом, Снова дым от сигарет до потолка, Где-то, где-то впереди закрытый дом, Где-то загиба, забытая строка. Сяду, поеду, развеем грудь, Средка обеду, я не вернусь. Маленькая книжечка, Которую я всегда с гордостью презентую. Может, кто-то даже и видел там ее. Маленькая, маленькая. Ну, знаете, я вот вспоминаю однажды, В своей жизни я работал в Казани, В многотиражной газете «Швейник» Татарского производства объединения По выпуску мужских костюмов. Вот, я работал, значит, этим лицотрудником. И это были советские времена, Где-то год так, наверное, 77-78. И вдруг как-то швей всех собрали В Красном уголке, Швеей ничего не понимая. Ну, знаете, что в Татарии Есть такой поселок Кукмар городского типа, Там до сих пор шьют плащи Балонии. Они очень удобны для механизаторов, В поле работать хорошо. И вот как в 60-е годы начали, До сих пор шьют. И вот оттуда девочки приехали, Сидели за швейными машинками, И мы их собрали однажды в актовый зал, В Красном уголок, Меня как корреспондента. На трибуну вышел маленького роста дедушка, Который вот примерно такую книжечку, Значит, так поднял гордо И сказал, что это? Ну, швей, они как молчали так всю жизнь, Так они промолчали и тогда. Я хотел сказать, типа, Листочек бумаги. Но у меня слова застряли сами собой, Потому что дедушка опередил мою мысль И сказал, Это вся правда о Великой Отечественной войне. Тут помертвел даже я. И так началась читательская конференция По книге Леонида Ильича Брежнева Малые земли. Поэтому, когда я смотрю на эту свою книжечку, Я думаю, это? Ну, далее по тексту. Ну, там такая псевдо-притча, Что однажды жираф встретил в пустыне Черную зебру и говорит, Зебра, а что это такая черная? Она говорит, я не черная, я в тельняшке. Он говорит, а полоски где? Я говорю, совпали. Вот. Ну, наша жизнь, да, Это как тельняшка, как, я знаю, там, тигр. Белая полоска, темная полоска, Светлая полоска, черная полоска. Так и живем. Вот очень хочется, чтобы сегодня была Такая светлая полоска. Не только в отдельных, взятых частях Издаревого хора. У нас сегодня две светлые полоски. Александр Моисеевич Городницкий В соседнем зале, это светлейшая Из полосок. Вот. Ну, и мы, давайте пить только беленькое, Светленькое. Сегодня, как однажды в каком-то Ресторане у нас с Мещуками, Например, в город пошли обедать. И официантка сказала, Вы пейте, пейте, скоро весело будет. Так что не стесняйтесь, скоро весело будет. Гена-крокодил Солнце проглотил, плачет чепурашка. Сказка ложь, сынок, только в ней намек. Жизнь, она тельняшка. Жизнь, она тельняшка. Жизнь, она тельняшка. Вдоль реки мосток Строит дурачок До седьмого пота. Да ни к чему наоборот, Главное вперед. Жизнь, она работа. Жизнь, она работа. Жизнь, велосипед, остановка нет. Жми, пока не дали. А если хочешь жить, Надо бы накрутить Даже без педалей. Даже без педалей. Кончилось кино, Я смотрю в окно, Солнышко на месте. И на петку плет, А припева нет. Жизнь, она как песня. Жизнь, она как песня. Жизнь, она работа. Жизнь, она тельняшка. Позавчера буквально вернулся только из Казани. Там выступал. Увидел своих друзей, выпускников Казанского университета. Нахнули воспоминания. И вот сейчас с особым дребетом Свою песню, Которая навеяна, собственно, Воспоминаниями, Еще тем осознанием. Совершенно неожиданно для себя Понял не так давно, Что в этом году Мы празднуем, Помимо всех праздников, Еще 45-летие 1974 года. Знаете, эта мысль так меня потрясла, На самом деле. Вспомните вот свои 1974 года. Так, кто-то начал нервно смеяться, Кто-то приуныл, Кто-то сделал дополнительный заказ, На который не рассчитывал. Ну, 1974 год. Ну, как же, как вчера, да. Я в то время был студент Казанского университета, Четвертый курс у меня был. Я ходил на военную кафедру, Я считаю, это великое изобретение Нашего человечества. И я вспоминал как-то об этом, И вот вспомнил такой подполковник Гельмутдинов, Был великий, знаешь, совершенно, Подполковник, он говорил, Две крылатые фразы были. Он каждое занятие, 1974 год, Начинал фразой, Сегодня в канун Третьей мировой войны? Студенты думали, Что это турная шутка. Надо было прожить 45 лет, Чтобы понять, что это правда. На самом деле, практически, да. Вот. И вторая фраза у него была, И вы, китайцы, охренне догоните, Потому что он в кедах, А вы в кирзовых сапогах. Я с опаской смотрел В сторону Китая, Сейчас я смотрю с интересом. Вспоминали 45-летней давности Высказывания подполковника. Подполковник Гельмуддинов В 74-м Поздравлял нас всех с канунов Третий мировой Подполковник Гельмуддинов Был служа котероты, Говорил, что мир спасется Только строевой. И как тянули мы носки, Как мы били пятки, Задирая ноги ввысь, Лихо, без труда. Потому что жили мы Просто без оглядки, И любили нас тогда Все и навсегда. Подполковник говорил, Круче всех китайцы, Они в кедах и быстрых. Ты в кирзе и взбок, Не запрыгнул ты в окоп, Отстрелили пальцы, Так что влез противогаз И бегом, сынок. Как смеялись мы над ним, Дурые молодые, Как оттачивали мы Шуток плоскостяк. А китайцы нам теперь Ну, порядки родные, Ну, а давние смешки Нам они простят. Вот полковник Ельмутдинов, Потная фуражка, Честно прожил свою жизнь С криком «Ширешак». Жил, служил, Из всех лес жил, И не знал, бедняжка, Что он только на покой, А тут сразу враг. И тревожит нас опять Прошла химеры, А китайцы для детей Ну, порядки пример. А по площади гремят Чудо-искандеры, Во дворе моем кричит Дворник-искандер. Просто жили бы тогда Просто без оглядки И любили нас тогда Все и навсегда. Ну, если есть настроение, Значит, есть настроение. Вот следующая песня Очень стыкуется с этой, Хотя написана сравнительно давно, И когда я начинаю петь, Я всегда говорю, Кто знает эту песню, Поет вместе со мной. Кто не знает, Поет громче. А в стране дураков, Дураков не осталось, Все приехали к нам погулять, Отдохнуть, А у нас, как всегда, Темнота и усталость, А у нас все путем, Только где он тот путь? Под тяжких задор Клопан устака Саксибе, бог, Саксибе, пан, В душу зарез, Там темный лес, А в лесу дубло, В дуполе тепло. В душу залез, Там тёмный лес, В лесу дупло, В дуполе тепло. А у нас днём согрёво В потёмках без свечки, Согреваемся в стужу, А сохнем в воде. И вокруг мельтешат В основном человечки, И всё меньше и меньше Нормальных людей. Подтяжки в задох, Хлоп на стакан, Сам себе бог, Сам себе пан, В душу залез, Там тёмный лес, В лесу дупло, В дуполе тепло. В душу залез, Там тёмный лес, В лесу дупло, В дуполе тепло. А в страну дураков, Дураки не вернутся, Им без наших теперь Ни туда, ни сюда. И вздыхают, И вздыхают басы, Мудрее по ветру бьются, И осталось в войне победить, Как всегда. В дупло. А в тёмный лес, И вздох, Слоп на стакан, Сам себе бог, Сам себе пан, В душу залез, Там тёмный лес, В лесу дупло, В дуполе тепло. А в дупло, В душу зарез, а темный рез, Твои лицо удобно, буду более темно. Спасибо огромное. Это мы, да, почитаем, конечно же. Это пистолярный жанр основа нашего движения. Я просто вспоминаю, однажды была реакция на эту песню, когда мы выступали втроем с Вадиком, Валерами и Щуками. Здесь, вне зли глухаря, и вот мы сидим на высоких стульях, и втроем надвигался подтяжкой, сдох. И где-то оттуда идет человек, и, знаете, вот так идет подтяжкой, там шаги командора, и он так неотвратимо надвигается, он так смотрит, смотрит, и он подходит вот сюда, и там залез, там, там, темный лес, и вот так рубаху. А! И на одно колено. Господи, мы так остановились. Такой реакции я еще не видел на эту песню. Видно, в человеке так, ну, литр двести так сидел. Ну, нет, больше он не дошел бы, он там бы упал и рвать рубаху бы нафиг. Собственно, к чему? 12 ноября с Вадикой и Валерами и Щуками вы здесь, вне зли глухаря, приходите. Тот человек обещался тоже быть. Вы сможете воочию посмотреть. Но это убийство просто, знаете, такие реакции, они дорогого стоят, ночами снятся потом. Да, правильно, так и я же об этом. Сейчас четыре раза и я спою. Да, когда Гнездо Бухаря было в самом первом своем месте, это полуподвал на Никитской, Миша Кочетков и я были самые выпиваемые авторы, в хорошем смысле. Потому что под нас народ... С тех пор укатали в фифку крутые горки. И о народе уже. Ну, посмотрите, ну кто что заказывает. Ну, что это пиво, кофе. Слива. Кофе, да, да. В кружечках из отчаяния приносит что-то. Конечно же, это шутка, конечно, шутка. Мы же только начинаем, только в самом начале. Ну, ладно, давайте, а то еще гадрильку вспомним. Травы, метаносы, ветер шевелит. Дядь, ксизоносы, но земле лежит. А теплый ветер с юга, вдалека гроза, Бегают по кругу-кругу красные глаза. Глянет влево, вау, лучше бы не смотрел. Поглядит направо, тоже беспредел. И пока не поздно, в небе со зрачок. А по небу звезды, звезды, два рубля пучок. А по небу спутник, мол, не один. Сам себе попутчик, сам себе один. А как душа хотела спутником парить, Да не готова тело, тело душу отпустить. Не тревожься, дядька, дрыгни до утра. А ведь поутру, глядька, хуже, чем вчера. А не пыль и дорога, не дрожат листы. Подожди, немного-много отдохнешь, и ты. Эта равность тем лыгнутый, а ветер шевелит. Спутник шизанутый по небу летит. А внизу вольготно, мухой на стекле. Батюшка, народ, народ, на мавшке земле. А внизу вольготно, мухой на стекле. Батюшка, народ, народ, на мавшке земле. Батюшка, народ, народ, на мавшке земле. Батюшка, народ, на мавшке ново. Чао! И человек говорит, ух ты, какие умные. Сейчас вы услышите песню, которая называется «Интенса» на букву «Ч». Вот «Интенса» — это какой-то термин, такой околопоэтический. Я честно скажу, не знаю, что она означает, но «Интенса», «Интенсивность» что-то, но, наверное, не из этой области. Но неважно. Главное — название. Как я кто назовешь, так она и поплывет. Правда, Мещуков я чуть не довел до инфаркта, я когда сочинил эту песню, сочинил название, и вот подбегал к ним, какой-то промежуток времени сзади, где «А у вас есть Интенса?» Уйди, они меня нагоняли уже. Нет у нас Интенса. Нет у бардов Интенса. Скорбим. В перерыве пойду к Городницке, спрошу, есть ли у него интенсивность? Он же поэт? Есть. Вартикально. Палка-палка, огуречек. С огуречек человечек. Он стоит, поддернув плечи, Но мы глядим в окно. И давно затихли речи, И давно погасли свечи, И таинственный предкичер Под столом уже давно. Чтоб не выросли печали, Чтобы черти не качали, Чтобы жены не ворчали, Пьем один лишь крепкий чай, И пока не укачала. Чарю в поисках причала, Где не чай, но скончалась. Чья-то чистая печаль Запятая точка-точка Человечек на листочке, А над ним неровной строчкой Хочешь, верь, а хочешь, нет. В результате в чахах бель Положили перец чили И в итоге получили Переперчный обед. Что-то выросли печали, Видно, черти накачали, Что-то все мы подустали, И печали мне до конца Хорохорились вначале, На кого-то все кричали, Все кого-то обличали, И остались без лица. Запятая точка-балка Стародавняя щиталка Кресло бывшая качалка Человечек под дождем Вечер долг, век конечен И таинственный предтечен Всех забыл до новой встречи До которой доживем Не печальтесь о печалях Без печали мы бы скучали И не часто вы встречались Чтоб закончилась она А так сидим и не скучаем Наливаясь крепким чаем И приятно нас качает В нашей жизни глубина А так сидим и не скучаем Наливаясь крепким чаем И печально нас качает В нашей жизни глубина С непонятным словом Стишок прочитаем во второй части нашего общения Сейчас пока посмотрим, что нам пишут Вот тут как-то зря туда складываются Не добреду я с этим Спасибо Вот правильно писать Надо большими и крупными буквами У меня тут сразу же очки есть Пишите, больше пишите Ибо каждая прочитанная записка Минус песня Вечер чтения записок О, сегодня действительно знаменательная дата 23 октября 1812 года Французы, в скобках Наполеона Ушли из Москвы Ура, ребята Когда все французского коньяка Наполеона Отстегните сабы Отстегните сабы Гусарский, да? Так, это во второй части Надо будет вспомнить Гусарский А что, вот Чем хорошо, да? Не дотерпел, а? Потому что сколько лет он не дотерпел До сегодняшнего вечера Вспомните, пожалуйста, две песни Снимается кино И Одна старушка Переходила дорогу Ох, что вспомнили, а? Это куплеты Саныча Как сейчас помню, да? Одна старушка Береги дорогу не положены Вместе Но на сегодняшний день Пока все, что я помню Из этого опуса Там очень много В общем, старушка Все время Не может дойти никак До следующего тротуара Вот, снимается кино Вспомню Потом никак не можем их выучить Я сам не могу их выучить Спасибо за настроение Солнечное Вы знаете Эпиграф солнечный С некоторых пор стал как-то Спасибо Удобно Спасибо Так Про таракан Моговсе, значит Знаете, вот первая часть Почему три части? Первая часть, она вот такая Ну, туда-сюда, да? Вторая будет вот Искрометная Это шутка, на самом деле А третья совсем Спойте, пожалуйста Песню Правительство работает Откуда вы все это знаете? Я уже не помню Что правительство работает Не в смысле? Нет, я А вдруг Нет Когда-то была такая песня Да, но она посвящалась Году Другому правительству Держите тормоза Да елка Что же за зонтоки-то пришли? Держите тормоза Спасибо Спасибо Уж как я О, тут целое посвящение Это я приберегу Чуть-чуть попозже Да Одна пизда Колоколинг Все, коротко, ясно Это в третьей части А четвертая часть Начнем Спойте, пожалуйста, песни От птицы Вечный попугай И доктор Мишин Вот Птицу попугая спою Доктор Мишин Вы знаете, вот Я Хочу сказать Никак есть, ничего Я начинаю Я год Перерыв был такой Да, не врал в руку гитару И сейчас я старые песни Свои вспоминаю Как новые То есть я их Опять разучиваю И вы знаете Какой-то интересный Там В некоторых песнях Даже новый смысл Обретается И новая Манера исполнения Как-то Самому интересно В первую очередь Ну, давайте попробуем Вот Птица у попугая Это я Она сравнительно новая Поэтому Помню ее хорошо А ты птица вечная Попугай А меня ты грешного Попугая Попугая Выражайся грубо Не молчи И молча Попугая Есть границы вечности, от сих до сих. Убери конечности с глаз своих. Ведь есть границы вечности, от сих до сих. Убери конечности с глаз своих. Загляни идущему за плечо. Начался там будущее врачок. И несет нас в прошлое, чуть скользя. Привыкать к хорошему нам нельзя. Ведь если привыкаем к хорошему. Сразу получаем по роже мы. То зима на шкоде негоданна. То соврем, что в школе незаданна. Под окною крышею и янь. В голове покрывшийся идием. И звучит рэпсодия в стиле блюз. Нет этой вот мелодии и боюсь. Справа ль слева ль мая дни по стене. Может быть и зря я так по весне. Может жить безвечно мне просто так. Ты ж вон птица вечная. А я дурак. Что-то день нынче странный. Никого не убили. И не подняли цену. На питье и жилье и печальные дети. Простейших фамилий. Не бросались камнями. В отражение свое. И печальные дети. Простейших фамилий. Не бросались камнями. В отражение свое. Что-то день нынче странный. Дали всем по заслугам. Кто пошел по этапу. Кто вернулся домой. И на улицах люди. Поздравляют друг друга. И счастливую жертву. И веселый конвой. И на улицах люди. Поздравляют друг друга. И счастливую жертву. И веселый конвой. Что-то день нынче странный. Солнце светит. И жарко. Ребят дня без опаски. Воду пьет из ручья. И по-прежнему дружат. Пастухи и свинарки. И земля плодоносит. Потому что ничья. И земля плодоносит. Потому что ничья. Вот и день на исходе. Пустячок, а приятный. И рукой не дрожащей. Перевернут листок. И умом понимая. Что душе непонятно. Новый срок свой мотаю. На гитарный колок. И умом понимая. Что душе непонятно. Новый срок свой мотаю. На гитарный колок. Голос разума не слышал Прилетает только в теме Доктора Мишин, доктор Мишин Полечите наше время А стихи уже не властны И поэт наладом дышит Я прошу, расклейте ласты Доктора Мишин, доктор Мишин Все едины, как и прежни По своим стреляют метко Доктора Мишин, вы не режьте Вы попробуйте таблеткой Я прошу вас, не болейте Вам еще лечить эпоху Лучше водочки попейте И все ладно И все плохо Ведь пока вы есть на свете Все с душой не так уж плохо Я прошу вас, не болейте Вам еще лечить эпоху Я прошу вас, не болейте Доктор Мишин, доктор Мишин Я хотел бы быть врачом И писать больные песни Кто-то скажет, интересно Кто-то скажет, вот и еще А здоровые селины И поэтам жестоки А в больных таятся строки По которым снятся сны Я хотел бы быть слугой При неумном господине Чтобы жить посередине Меж весельем и тоской И познать уже всерьез Эту формулу успеха Не узнаешь горечь смеха Не познавший радость слез Я хотел бы быть в пути И не очень и торопиться Но однажды возвратиться Чтобы снова все пройти И ошибки повторить И наделать новых втрое И, конечно, стать героем Снова бросившим курить Я хотел бы жить насквозь Чтобы пулей улетелось И побольше бы попелось И подольше бы жилось Только вот частица бы Как-то вроде бы смущает Что, конечно, не меняет Предначертанной судьбы Вилка упала Женщина придет Если нож, то мужчина Тогда надо ронять Два прибора сразу Чтобы пара пришла Салфеточку прислали Сейчас Чтобы все видели Во-первых, это Галя Хомчик Я не буду показывать Гале Эту надпись Муха Понимаете, муха 12 ноября Здесь же С Вадиком Мещуковым Валерой Мещуковым Муху будем исполнять Четыре раза Ну, не пою я один Муху Понимаете, как-то Это все равно, что Животному оторвать лапы, крылья И вот это мое исполнение А когда втроем Морды порчу Прежде его изображать Так Используйте, пожалуйста Дрессировщика и льва Это святое Это да Вот в следующей части Нашего общения Которая Неумолимо приближается Вот Как раз Первая порция заказов Сейчас Подходит к концу Народ Истощивается А потом Мы опять будем собирать Цепь нейронов Для воспроизводства Как нас учили В радиостанции Югость Что На третьей минуте Радиопередачи Там На седьмой Должны быть Какие-то ударные моменты Потому что слушатель Как бы он хорошо Не был подготовлен Но он теряет над собой Контроль Он Ослабевает У него А! Ух! 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 Он заведовал Сектором В радиостанции Юною С передачи Байкало-амурской магистрали Кличка у него была Дедушка Себа Несут-то несут И как-то его послали В качестве Потом ему это надоело И он стал над ними Издеваться Стал говорить И вот право Забить золотой костыль Твою мать! Было Ух! Они слышали Знакомое Словосочетание Явно не укладывающиеся В палитру Рассказы Всенародные Кассоводские Струбники Просыпались И вот они Когда встретились Вокруг стояло Так И вот этот Залют Твою мать! Он там Где-то часа полторы Мучил Лекция удалась Все выспались Потом получили Заряд энергии И так Так что Потихоньку Сейчас я Немножечко Давай Но перед тем Как мы Уйдем На первый перерыв Хочу спеть Один сонет Сонет Во-первых Несколько слов О гитаре Гитара уникальная Гитара звучит Потрясающе Гитара прошла Вы знаете Сколько она прошла Она Во-первых Сначала Из Китая Через Испанию Попала в Литву Да Где Что? Великий Человек Я счастлив Сегодня Что он Чувствует Здесь Он увидел Эту гитару И он ее Взял Литовцы Пили за нее Как за Национальное Достояние Это Мануэль Родригес Что написано М.Р. Да Человек Который Ехал В Китай Там Основал Фабрику И сейчас Делает Эти гитары Самое Главное Что Дырка У нее Здесь Не как У обычных Гитар Это Очень Дисциплинирует И приучает К правильному Звукоизвлечению Потому что Сюда Вставляется Пластиковый Стаканчик С водкой И уже Вот так Вы знаете Не помашешь Уже Сидишь И нормально Вот так Извлекаешь Этот звук Это Предмет Зависи Зависи Против Менчихов Конечно Вадим Леонидов Даже Как-то Пытался Стряхивать Пепел В стаканчик Это Эстет Я ему Не давал Так что Эта гитара Очень дорогая Для меня Модель Называется Соль Эсомбра Что В переводе С плохого Моего Испанского Звучит Как Солнце И тень Вот Из солнца В тень Перелета ММО Извините Музыка Навеяла Итак Сонет Музыка Брадя по Улицам Страны Найди Негромкий Переулок Где Босоноги Пацаны И Запах Самопечных Булок Где Поутра Наш Дачный Род К Колонке С Жизнью Преподает А Сердоволящий Народ Все Понимает Понимает Он И тебя С тоскою Струн Поймет И вынет Четвертинку А Третьим Будет Код Баюн Подставим Шелковую Спинку И ты Поплакав Лежешь Спать Чтоб Утром Жадная Жизнь Глотая Стоскоя И Стоскоя 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 Спасибо.